Необоснованные поборы и жалобы воспитателей на недопонимание со стороны заведующей – не все причины внеочередного собрания в 111-м саду. На что уходят ежегодно выделяемые бюджетные средства, родители не понимают. Капитальные ремонты групп не проводятся по нескольку лет, а мелкие работы мамы и папы выполняют собственными силами. Окна у нас вываливаются, посудный шкаф весь развалился, мы, родители, сделали шкафы на весны, и сейчас нам надо под мойку сделать шкаф. Вот, это все мы делаем сами. Претензии к руководителю имеет и несколько педагогов. Зарплата после прихода Ирины Пряткиной упала в два раза, жалуются воспитатели. Несколько педагогов уволились по собственному желанию. У нас уволилась педагог Антонина Васильевна, шестой группы, она у нас часто подменяла. Педагог с хорошим стажем, с хорошими рекомендациями, она ушла. Ушла у нас музыкальный работник, тоже очень много лет здесь проработала, и мы все были довольны. Это все из-за того, что маленькая зарплата, и заведующая иногда себе позволяет нелицеприятные вещи. Учреждению почти полувека и восстановить все, что разрушалось десятилетиями за один год, просто невозможно, поясняет заведующая. В этом году капитальный ремонт проведен в трех группах. В помещениях общего пользования также идут плановые работы, а зарплата воспитателей уменьшилась из-за снижения нагрузки. В прошлые годы здесь было очень малое количество сотрудников детского учреждения. Меньше было педагогов, меньше было специалистов. Младших воспитателей в этом саду вообще было очень мало. Там даже на каждой группе не хватало по младшим воспитателям. Когда я пришла, конечно, я стала набирать кадры. Набирая кадры, сами понимаете, что фонд, конечно, становится весь, расходуется полностью. Я набрала младших воспитателей на каждую группу, потому что, опять же, родители жалуются. Дайте вас здорового воспитателя. На защиту новой заведующей встает и Управление образования. Стаж руководящей работы у Ирины Пряткиной значительный. Более 10 лет она возглавляла 45-е ясли. В это учреждение стремились записать детей и родители со всего города. Да и в 111-м саду новый руководитель успела сделать очень многое. Полностью укомплектовала штат, постепенно проводит ремонты, совершенствует материально-техническую базу. За год работы Ирины Витальевны в этом направлении сделано очень много. Установлены теневые навесы на территории дошкольного учреждения, которых не было очень много лет. На эту тему существует предписание надзорных органов. И расставляя приоритеты, конечно, любой руководитель, в том числе и руководитель детского сада 111, расставляет их именно в таком порядке. Это устранение замечаний, определенных надзорными органами. Разрешится ли конфликт мирным путем или в дело придется вмешиваться контролирующим структурам, станет понятно к концу месяца. 14 сентября учреждение будет проходить плановую приемку всеми надзорными органами. Предыдущие проверки, которые проходили по заявлениям родителей, никаких нарушений не выявили. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин, Местное время.